Август – сезон арбузов и дынь. Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой выбора арбузов. Как говорится в народе, чем больше ягода, тем она слаще. С этим вопросом мы обратились к профессионалам. Вахид Сиидов продает арбузы 17 лет. На его прилавке разные виды и сорта бахчевых. Все доставляют из Дагестана. Продавец знает обо всех нюансах и тонкостях выбора арбузов и дынь. И всегда щедро делится советами. Например, рассказывает, что сочный и сладкий арбуз весит от 10 килограммов. Признак отменного вкуса – яркий контраст между зелеными и белыми полосками. Еще один простой способ выбрать арбуз – постучать по нему. Звук должен быть не звонким и не глухим, а скорее средним, напоминающим вибрацию. И, кстати, не всегда арбуз оказывается вкусным, если у него зеленый хвостик. Хвостик – это, говорит, по свежести арбуза. Можно, допустим, если арбуз свежий, у него хвостик всегда зеленый. Если он уже лежит, он уже усыхает, и как бы это легенда, что он это. Если арбуз свежий, у него будет по-любому хвостик зеленый. Это он отрывается от ботвы, и у него всегда зеленый. Он полежит 2-3 дня и станет сухой. Как бы это все. Но это неправда, что хвостик должен быть сухой. Иногда зеленый хвостик бывает слаще, чем сухой. При выборе дыни нужно ориентироваться на особые признаки, присущие каждому сорту. Например, торпеду выбирают по мягкости и запаху. Если нажать на макушку, оттуда либо доносится запах, либо нет. Дыня должна быть ароматная и мягкая. Если она жесткая, ну, смотря какая дыня. Тоже совсем разные дыни, разные арбузы тоже, как бы, да, их выбирают совсем они от разных сорта. Некоторые сорта есть, которые его просто не выберешь. Август – сезон арбузных диет. Ими можно объедаться целыми килограммами. Но, как утверждают диетологи, что в день нужно съедать 500 грамм мякоти. Но нам это не грозит. Мы можем есть каждый день. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.